Привет всем! Вы находитесь на канале Райская Жизнь на Канарах. С вами Екатерина. Сегодня это видео предназначено для моей женской аудитории, как вы уже поняли по заставке, по картинке к нему. И в этом видео я хочу поговорить о своих волосах, а также об эффективных способах борьбы с солнечными пятнами или с пигментными пятнами. Я знаю, что некоторую часть моей женской аудитории совершенно не волнует, будут они иметь белые длинные волосы или нет, потому что они вполне себе счастливы с их черными, рыжими, каштановыми волосами. Но вот тема солнечных пигментных пятен, особенно летом, она становится перед всеми нами женщинами, независимо от цвета волос, очень актуальной. Поэтому сегодня, мои дорогие подписчицы, давайте с вами поговорим и обменяемся, так сказать, нашим опытом. В начале своего видео я хочу высказаться про пигментные пятна. Они достали абсолютно всех. И даже если вы не живете под канарским солнцем и пользуетесь увлажняющими ежедневными кремами с фактором защиты, некоторые даже из вас выбирают фактор защиты 50, а то и 100, они все равно появляются, как ни крути. Ощущение такое, что пятна так и ждут, чтобы появиться, чтобы покрасоваться на самых заметных местах нашего лица. У кого-то это может быть лоб, у кого-то это может быть щека, как у меня. У некоторых возникают как будто бы солнечные усы, и окружающие принимают их реально за усы. Я с этим сталкивалась, потому что пятна мигрируют. Один год они появляются у вас в одном месте, в другой год у меня такое даже случалось, какая-то анекдотичная ситуация. У меня были все голени на ногах в темных солнечных пятнах. Но это вообще просто атаск. Особенно если вы собираетесь в летний отпуск, который будет проводиться либо на пляже, либо у бассейна в хорошем приличном отеле. Так вот, я хочу вам дать несколько советов, лайфхаков от себя, от человека, который проживает в этой агрессивной солнечной среде. Некоторые даже удивляются, каким образом мне удается сохранять белое лицо. Вы знаете, первый и самый главный совет, если вы проживаете за Уралом, на Дальнем Востоке, и вам предстоит ежегодный, единственный этот летний отпуск, который вы хотите провести возле морюшка на пляже, то вы, пожалуйста, не располагайтесь в первые дни в форме морской звезды. Вот, пожалуйста, солнце, бери меня всю, хочу тебя по максимуму. Это, вы знаете, делала также я. Я, когда приходила на пляж, я считала глупостью тащить с собой зонтик, пользоваться солнцезащитными кремами, потому что, ну, это же всего лишь месяц, у кого-то это вообще две недели. Как можно защищаться от солнца, от того, к чему ты стремилась весь этот год? Именно от этого зависит будущее вашего лица, потому что пятно, возникнув однажды, оно может не исчезнуть никогда. Всю жизнь вы будете пытаться его замазать, всю жизнь вы будете пытаться его свести. Некоторые таким образом в результате этой многолетней борьбы приобретают даже шрамы на месте пигментных пятен. Поэтому защищайтесь прежде всего солнцезащитными кремами, это никакая не глупость. Есть крема, которые сейчас изготавливаются на водной основе. Я не устаю рекомендовать испанскую марку Cantabria Labs. Это лаборатория в Сантандере, которая выпускает очень много как уходовых средств, так и солнцезащитных. Этот крем с фактором защиты 50 от всех типов лучей, в том числе и от синих ламп, ламп дневного освещения, которые тоже воздействуют на нашу кожу. Вот я считаю этот крем лучший из всего, что я пробовала за всю свою жизнь. Именно начав пробовать крема на жирной основе, я имела некоторую даже ненависть к использованию солнцезащитных кремов. Пока мне не посоветовали этот легкий крем, который, обратите внимание, я наношу после питательного крема, либо увлажняющего крема, и на который я наношу тональную основу. То есть совершенно он не утяжеляет лицо, лицо не сковано пластилиновой пленкой, поэтому я вам его рекомендую от чистого сердца. Что касаемо пляжа, еще один совет, который совсем не является советом, многие, в принципе, так и проводят свое время на пляже. То есть если вы хотите подставить солнцу в свое тело, то защитите хотя бы лицо, пусть это будет какая-то трепица. У меня это плотные кухонные полотенца, потому что когда я их наношу на лицо, под ними возникает воздушная, можно сказать, подушка, я таким образом могу хотя бы дышать. Обязательно пользуйтесь хотя бы кепкой, хотя бы шляпой, защищайте свое лицо, потому что вам с ним жить на протяжении всей жизни. Что касаемо дела с введением пятен, это процесс не одного дня. Мы все любим, чтобы нашлось какое-то суперэффективное средство, которое вы нанесли, и все, и на утро у вас это пятно исчезло. У меня на лице было очень серьезное и сложное пятно, которое я пыталась сводить лазером, различными ампулами с различными кислотами, фруктовыми и т.д. И посмотрев испанского бьюти-блогера, я узнала о чудо-креме, который продается только в аптеке. Это крем, сейчас я вам его покажу. Те, кто проживает в Испании, конечно, вам будет проще его раздобыть. Вот посмотрите внимательно, как он выглядит. Продается он, еще раз вам повторяю, в аптеке, то есть вы не найдете его в магазинах с обычной косметикой. Внутри выглядит он вот таким вот образом. Это маленький тюбик с действующим веществом, которое вы видите на экране. То есть по этому действующему веществу вы можете поискать что-то подобное у себя в странах. Что касаемо стоимости, то этот крем не обошелся всего в 31 евро. На протяжении месяца я применяла его исключительно на свое пятно. То есть этот крем, внимание, агрессивно воздействует на пигментированную зону на вашем лице. То есть ни в коем случае его нельзя наносить на все лицо, уж тем более на глаза. Упаси вас бог! И пожалуйста, не пользуйтесь им больше, чем месяц. Вообще в инструкции говорится о неделях, но вот я вам хочу сказать, что я добилась результатов, применяя его практически каждый день и одновременно делая пилинг на лице. У кого-то это может быть пилинг профессиональный, у кого-то дома, как у меня, с абрикосовыми косточками. То есть система борьбы с пятном состоит в том, чтобы вы наносили этот крем и периодически делали пилинг. Средство это эффективное и те, кто будут им пользоваться и добьются результатов, пожалуйста, напишите мне потом в личку, либо в инстаграме, либо в фейсбуке, либо под этим видео в ютюбе. Потому что мне интересно знать, сработал ли этот крем у вас на лице. Теперь давайте поговорим с вами про волосы мои. Они, кстати, собирают в последнее время очень много критики. Я вижу, что особенно российское население не очень толерантно к блондинкам, хотя по моим визуальным подсчетам у нас, наверное, из 10 женщин 8 точно блондинки. Что в Российской Федерации, что в Украине, что в Белоруссии. Если это не так, поправьте меня. Но блондинок любят все, от детей до мужчин, потому что практически все сказочные персонажи и секс-символы, так уж сложилось, они имеют белые волосы. Поэтому зачем ругать нас блондинок за то, что мы хотим быть беленькими, пушистыми и сказочными. Что касаемо моего персонального ухода за волосами, то главный лайфхак, который я использую, вы узнаете ближе к концу этого видео. Сейчас я вам скажу, какие базовые продукты я использую еженедельно. Я использую также, как вы, шампунь, кондиционер или маску и третий продукт. Третий продукт в настоящее время это маслица или божидкий кондиционер, который является дополнением к маске и кондиционеру, который я использую на мокрые волосы. Моими фаворитами в результате исследования всех этих продуктов, практически все они куплены в Меркадоне. И меня продолжают люди допрашивать, что из Меркадона я использую в уходе за волосами. Так вот, мой самый любимый эффективный продукт, который я наношу на уже подсохшие волосы. Здесь оно называется и маслом, и серумом. Я раньше масло обходила стороной, для волос особенно. Мне казалось, что оно будет утяжелять, что волосы будут выглядеть сальными. Нет, на самом деле здесь речь идет о другом масле. Кстати, в Меркадоне я покупаю еще 4 масла, которые я применяю практически ежедневно в своих ежедневных процедурах ухода и за телом, и за волосами, и за лицом. Поэтому подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк, потому что я обещаю, что если это видео наберет 500 лайков, я расскажу вам про те масла, которые вы должны незамедлительно приобрести в Меркадоне. Потому что они супер. То есть, это масло вы уже поняли. В Меркадоне я покупаю, наверное, уже 10 бутылочку. Она мне очень нравится и по цене, и по тому эффекту, который оно дает моим волосам. То есть, волосы очень шелковистые, вы можете запустить пальцы и провести по волосам. То есть, они нисколько не спутанные. И далее тот продукт, который я купила совершенно случайно, когда мы находились в круизе по Средиземному морю. Но мне многие мои подписчицы сказали, что они им пользуются и что эта марка, Maracan Oil, она заслуживает внимания. Потому что ингредиенты натуральные, средство очень эффективное, дает увлажнение волос, как здесь заявляется, на 72 часа. Я уже попользовалась, наверное, им 10 раз. И хочу вам сказать, что оно может быть подороже, чем масло из Меркадоны, но оно стоит своих денег. По сути, это жидкий кондиционер, который наносится на влажные, подсушенные полотенцем волосы. Значит, что касаемо двух самых главных продуктов, от которых зависит, в общем-то, внешний вид ваших волос. Это то, что вы используете в душе при мытье волос. Это шампунь, кондиционер или маска. Хочу с вами поговорить на такую тему, что производители, приучая нас к одному продукту, к одной марке, они постепенно утрачивают наше доверие. Не знаю, случалось ли у вас испытывать такое ощущение, что когда вы начинаете покупать один продукт, одну баночку за другой, вы уже прикипели, вы уже привыкли, и дальше что-то происходит с качеством. Вот у меня такое происходит постоянно, на протяжении всей моей жизни. Только я привыкну к какому-то шампуню. Дальше я понимаю, что что-то произошло либо с качеством ингредиентов, либо вообще они уменьшили концентрацию этих ингредиентов. Потому что качество волос становится совершенно не тем, которое меня устраивало в начале. Так вот, по такой причине я не могу сказать, что какими-то шампунями определенной марки, либо масками я пользуюсь на протяжении 10 лет. Я их постоянно меняю, чего мне совершенно не хочется. Потому что все эти пробы, они стоят и денег, и здоровья ваших волос. Потому что попадаются откровенно непригодные для блондинок, и вообще, я так думаю, для любых волос средства. Так вот, в последнее время я вновь вернулась к той марке, которую использовала аж в мои школьные времена. Это марка Эльсеф. Эта марка в Испании называется Эльбиве. Значит, что хочу сказать. В начале этого года эта марка решила завоевать вновь. Рынок, по крайней мере, на территории Испанского королевства. И по всему городу, по всему острову, я так думаю, что не только эта тенденция на Канарском архипелаге. Везде крутились их рекламы, везде крутились их какие-то информационные видео. О том, что у них появилась очень широкая, шикарная линейка для всех типов волос и для всех типов проблем. Итак, я решила попробовать и в настоящее время. Да, я могу вам сказать, что эти шампуни вновь могут заслужить ваше внимание. И вы можете поправить значительно здоровье ваших волос. Если вы хотите приобрести шелковистость, если вы хотите приобрести вновь утраченный блеск, то попробуйте, купите шампуни Эльсеф. Вполне логичным от многих из вас может поступить вопрос, почему я не использую профессиональные марки в уходе за своими волосами. Я вам хочу сказать так, что перепробовав огромное количество продуктов из магазинов с профессиональной косметикой, где шампуни стоят, может быть, даже в 5, в 10, а то и в 20 раз дороже, есть такие шампуни, где добавлен экстракт джемчуга, экстракт золота, я не испытала совершенно никакой разницы. Положа руку на сердце, я вам хочу сказать, что переплачивать за качество продукта, которое я могу купить в масс-маркете, я не собираюсь. Сейчас все мы считаем деньги, сейчас время дураков прошло, поэтому переплачивать за коммерческое название и при этом оставаться разочарованной, либо со спутанными волосами, либо с волосами, которые не блестят так же, как если бы они блестели от обычного шампуня, купленного в Меркадоне, я не собираюсь. Единственное профессиональное на настоящее время средство, которое я использую для тонирования волос, то есть когда мне хочется добиться эффекта жемчуга, либо пепла, то есть каждый называет его по-своему, я использую этот итальянский шампунь, который я купила в магазине профессиональной косметики, да, я им довольна, то есть он не окрашивает ни кожу головы, ни ногти и дает достаточно благородный эффект. Обычно я его использую раз в месяц и этот оттенок на протяжении последующих двух-трех помывок, либо моек головы, он сохраняется. Поэтому кому интересно, этот шампунь я запечатлею и выложу в инстаграме. А теперь мой обещанный самый главный лайфхак, который я отложила на конец этого видео. Конечно, вы будете в недоумении, некоторые из вас возьмутся за голову и скажут, да как же так, девушка 21 века, проживающая в Испании, такое нам советуют. Нет, мои дорогие подписчицы, я совершенно не хочу вам советовать то, что помогает мне, потому что это исключительно мой лайфхак, благодаря которому я отрастила эти длинные волосы, которые меня устраивают абсолютно по всем характеристикам. Вот уже более пяти лет я не посещаю парикмахерские. Да, испанские парикмахерские я обхожу стороной, а бы чего не вышло. Потому что, приехав сюда, в Испанское королевство, я очень часто перебирала. Ходила то в одну парикмахерскую, то в другую. Там мне не нравилось, в другом месте мне еще больше не нравилось. Я думала, что все равно я найду своего мастера. В итоге, в течение первых лет я так его не нашла, и моя шевелюра поредела значительно. Я поняла, что дальше так я продолжать не могу. Испанские парикмахерские, это заведения, которые, я сейчас понимаю, они служат в большей части для укладки, для стрижки, для какой-то вечерней прически. Если у вас какое-то мероприятие, но не ждите каких-то эксклюзивных, сверх красивых причесок, которые могут сделать наши мастера в Российской Федерации, в Украине, в Белоруссии. Потому что здесь в большинстве случаев вам могут предложить локоны крупные, локоны средние, локоны какие-то африканские и т.д. и т.п. Но вот таких вот причесок, то, к чему мы привыкли, к сожалению, не предлагается. Потому что для этого нужно учиться, для этого нужно посещать курсы повышения квалификации, выезжать на какие-то конгрессы, которые организует Велла, Шварцкоп. Когда я приходила в Российскую парикмахерскую, в Российский салон красоты, я видела по сертификатам, по разным дипломам, что мастер выезжает. Мастер развивается, поэтому я могу доверить ему свои волосы. Испанские парикмахерские – это не про здоровье волос, это про постоянные эксперименты, которые стоят и вашим волосам, и коже головы подчас потери внешнего вида. Несколько раз мне сжигали лоб, несколько раз мне сжигали волосы, несколько раз уходила я вместо осветленных корней с каштановыми корнями, потому что испанские парикмахеры, они подчас не видят разницы в оттенках. И второй вариант, когда вы приходите, чтобы обесцветить корни, а вы ходите с корнями на два тона темнее, чем ваши волосы, это элементарная экономия и желание схватить клиента. Остаток похожей краски, которая более-менее на их взгляд может вам подойти, может оказаться на ваших волосах, а дальше последствия вы сами можете предположить. Поэтому в парикмахерские испанские я давно не хожу, мне не нравится профессионализм тех девушек, которые там работают. В основном это бывшие безработные, которые отучились на двухнедельных курсах. Это девушки, которые не имеют никакой идеи о санэпиднормах, которые могут от одной клиентки, которой они делают педикюр, перейти к вашим волосам, чтобы посмотреть, как действует окислитель. Да, есть у меня на острове здесь несколько знакомых, которые мне рекомендуют одного звездного мастера. Но судя по тому, как выглядят их волосы, что каждый раз после этого мастера они выходят с еще большим количеством нарощенных волос, я понимаю, что звездный мастер, он, наверное, такой, потому что он тратит вместо одного часа на клиентку два или три часа, он развлекает ее разговорами, но это совершенно не про качество работы, и уж тем более про попытку сохранить белые осветленные волосы. А они у нас, девушки-блондинки, очень хрупкие, вы сами это знаете. Что касаемо заколок, я практически не использую заколки, у меня это шпильки. Все пластиковые заколки, по моим наблюдениям, также травмируют волосы, и волосы обламываются именно в тех местах, где у вас находится хвост, который вы закалываете каким-то пластиковым модным набалдажником. Нет, у меня даже хвост, когда я его делаю, я обматываю его прядкой своих волос. Следующий совет, это увеличьте интервал между мойкой. То есть, если раньше я мыла волосы на каждый третий день, то постепенно я пришла к тому, чтобы мыть волосы раз в пять дней. И это на самом деле очень эффективный способ для того, чтобы как сохранить объем волос, так и отрастить длинные волосы. Потому что с каждой помывкой, далее вы вычесываете волосы влажные, они растягиваются, они травмируются. Далее вы сушите их, некоторые прибегают и к горячему фену, и к утюшкам. То есть, вообще, мойка волос, помывка волос, это очень травматичная история для вашей шевелюры. Дальше совет может быть банальный, но сейчас все мы увлечены какими-то диетами. Некоторые прибегают к особо жестким вариантам в преддверии сезона бикини. И здесь не только мой совет, потому что я нисколько не считаю себя специалистом в правильном питании, но поскольку я выросла в семье врача, я знаю, насколько важны белки. Для наших волос нужен строительный материал, чтобы это было не только мясо, но и творог, и сыр. Я лично очень много ем сыра. Когда у вас волосы выпадают, когда они становятся тусклыми, вот почему-то большинство из нас мы сразу же бежим в парикмахерскую, чтобы сделать стрижку. Либо если у вас остается, как вы говорите, три жиденьких пера, их обязательно нужно постричь и сделать корешечку, такую модную стрижечку. И вы знаете, любой парикмахер, он не будет вдаваться в подробности, в детали, он не будет вас отговаривать, он сделает то, зачем вы к нему пришли. Быстренько так улучшить ваш внешний вид. И самый визуально эффективный для этого способ, это состричь длину. Но потом, как я вижу по сторонам, лишь небольшой процент женщин может отрастить, восстановить свои волосы до прежней длины. Поэтому, когда вы видите, что ваши волосы теряют привлекательный внешний вид, со мной это случалось и случается иногда, особенно после пляжа, вы не бегите в парикмахерскую, чтобы поправить это ножницами. Вы поделаете масочки, вы купите новый кондиционер, вы как-то реанимируете свои волосы домашними, пусть даже бюджетными средствами, потому что после сделанной новомодной стрижки, уже после первого мытья, вы пожалеете. Стрижку, любую стрижку нужно укладывать. А с длинными волосами, вы можете сказать, очень много возни, нужно и утюжок, нужно и накручивать, и каким-то образом приводить их в порядок, чтобы не выглядеть бабой-ягой. Сейчас в ютюбе есть очень много хороших способов, где женщины делятся своими тоже лайфхаками, где, например, одна с помощью пояска, всего лишь пояска от одежды, делает себе какие-то шикарные локоны. У меня существует тоже свой способ. Я обычно на полувлажные волосы накручиваю шишку, закалываю ее шпильками, хожу таким образом час-два, и дальше распускаю и, может быть, фиксирую немножечко лаком, и у меня получается тоже такой эффект мягких волн. И совершенно не нужно прибегать ни к утюжку, ни к фену, ни уж тем более состригать волосы, потому что отрастить их стоит большого труда. И когда вы стрижетесь, это, как правило, в возрасте после 40 лет, это навсегда. К сожалению, это так, потому что волосы, они не растут так же быстро, как в школе, вы сами замечаете. И это да, как говорят, можно поправить и витаминами, и биодобавками, но на самом деле это большой труд, как ухаживать за волосом, так и отрастить его. Ну вот и все, мое видео подошло к концу. Я желаю здоровья вам и вашим волосам. С вами была Екатерина. Всего хорошего! Я Стопронтон!